Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным местам священного Писания. И сегодня на основании текста Евангелия от Луки, 2 глава, 21 по 24 стих, Евангелия от Матфея, 2 глава, 13 по 14 стих, мы рассмотрим следующий вопрос «А когда было бегство в Египет?». Мы немного касались этого вопроса, но по ходу изучения трудных мест Евангелия от Луки мы вновь возвращаемся к нему. А в чем сложность этого вопроса? В Евангелии от Матфея, 2 глава, 13 и 14 стих сказано «Когда же они отошли, то есть волхвы отошли от Вифлеема, оставили святое семейство, все ангел Господень является во сне Иосифу и говорит, встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирос хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. Это с одной стороны, а теперь мы читаем Евангелие от Луки, 2 глава, 21 по 24 стих. «По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, а младенца надлежало обрезать на восьмой день, дали ему имя Иисус, потому что день обрезания являлся также днем наречения имени. Дали ему имя Иисус, нареченное ангелом, прежде зачатия его в очреве, а когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, это было 40 дней для мальчика и значительно больше для девочки. «Принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных». И что мы здесь видим? Матфей говорит о том, что они встали ночью и побежали в Египет, как сказал ангел. Лука описывает действия, срок исполнения которых мы знаем из закона Моисеева, потому что надлежало обрезать восьмой день младенца, надлежало на сороковой день приносить в храм ребенка, сороковой день, не после обрезания, а после рождения. И чтобы нам избежать внешнего противоречия, давайте вернемся к тому, чего мы уже касались, мы говорили на эту тему, но сейчас по ходу Евангелия от Луки опять к ней возвращаемся, так как Ирод искал погубить младенца, и он искал в Вифлееме и в окрестностях Вифлеема, то самый удобный способ затеряться – это двинуться в сторону Ирода, то есть прямо в Иерусалим, потому что в большом городе действительно можно было затеряться в эти после рождественские дни, там было много народу, там можно было выждать и потом двинуться в сторону Египта. Есть предание, что святое семейство, они опасались двигаться днем, они двигались ночью, а ночью обычно на дороге выходят разбойники, бандиты, и однажды действительно произошел случай, когда разбойники чуть не напали на святое семейство, и только чудом они были избавлены, потому что нашелся один разбойник, который проявил сострадание к младенцу, есть такое предание, что потом именно он окажется распятым справа от Иисуса Христа и обретет спасение, то есть будущий благоразумный разбойник, но это уже область преданий. Итак, мы не должны воспринимать вот эти слова «беги в Египет», «ты будь там, доколе скажу тебе, что это происходило сразу», потому что они должны были совершить обрезание, внесение в храм. Кстати, если ребенок обрезан, был запрет в дороге обрезать детей, потому что если ребенка обрезают в дороге, есть риск заражения для ребенка. Именно поэтому Сепфора с детьми Моисея, она выходит из земли, где жил ее отец, священник Мадиамской, следуя за Моисеем в Египет. Но по дороге обрезали детей, когда Господь чуть не умертвил Моисея, мы об этом уже говорили, у нас будут еще передачи по трудным местам книги «Исход», «Если будем живы, Господь позволит», тоже будем говорить на эту тему. И потом Сепфора пропадает с сыновьями, потому что они не могли дальше путешествовать с Моисеем. Как и после обрезания Христа, надо было выждать как минимум несколько дней, пока вот эта горячка, в которой находится обрезанный, она бы не прекратилась. А здесь все доходило как минимум до 40 дней пребывания в Иерусалиме. И только потом они двигались. Именно ночью, на что указывают вот эти слова, из Матфея, он встал, взял младенца и матери его, ночью и пошел в Египет, то есть двигался только ночами в сторону Египта, но идет через Иерусалим. Итак, сегодня мы разрешили еще одно недоумение, устранили как бы вот это внешнее противоречие и коснулись несколько дополнительных тем, связанных с Рождеством Господа нашего Христа Спасителя. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о наших беседах. и берегите себя.